теперь давайте поговорим о важном вопросе который мы себе запланировали надо решить это как организовать файлы файл и код ну код мы с вами обсуждали до код предыдущих трех видео то есть если одно видео пропустить то там предыдущие три мы обсуждали что абсурдали когда мы не знаем какие идеи нам придут голову выбираем однозначно классы функции пишем только в тех случаях если есть ли задача совершенно конкретные навряд ли будет меняться теперь устройство файлы файлы организация файлов подразумевает организация файлов подразумевает так ребята подразумевает 1 сайта сначала ставим вопрос цель сопровождения расширяемость сопровождение простое принципе два ключевых параметра нам нас интересует расширяемость и сопровождение простое что вам было понятно я буду показывать сайты и рассказывать свой плачевный опыт и так 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 чтоб вам показать было проще и так когда я делал первый сайт я помню это было в питере школы я его делал быстро просто я хотел сделать сайт школы потому что знал что мне есть что рассказать но я тогда если честно сказать даже не задумывался что существует такая вещь как сопровождение кода как задумка расширяемости сайта поэтому у меня были все приложения сами по себе потом я начал темплейт шаблоны были вынесены отдельно в принципе как ранее предлагала джанга да то есть и далее я начал пытаться что-то делать в конце концов получалась большая путаница что я несколько лет собирался его только переписать потому что залезу в код и думаю это как я такое мог написать понимаете вот тогда до меня дошло что наверное надо как-то по-другому складывать где это узнать я начал смотреть проекты в принципе первый ответ я получил у человека которого я сегодня учусь и писать код и все прочее это раз кейт маги значит а это один из ведущих разработчиков джанга это человек который компетентен во всех частях джанга вообще во всех да это очень большой профессионал и я просто покажу чтоб вы понимали вот что такое профессионализм открываем исходный код открываем исходный код и вы просто посмотрите вот тога приложение которое мы откроем смысл я стоп 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 я не рассказал сейчас расскажу некоторые моменты у рассел кейта маги есть свой проект который в принципе я я так понял спонсоров они нашли начал развиваться довольно быстро смысл такой есть приложение которое можно написать как дископные называется бивари тога то есть далее при помощи портфеля такого приложения можно его сконвертировать дископные можно в мобильные можно даже в джанга скоро будет перевести то есть веб-сайт делать все что угодно один раз код написал во все переконвертировал уроки на youtube я делал по этого библиотеки она развивается это составит хорошую конкуренцию киви да тоже и для мобильных крутая вещь работает очень быстро быстро почему потому что в киви брали виджеты писали по моему на 100 здесь все написано виджеты с нуля на си плюс плюс привязки python короче все остальное все так значит сначала смотрим код до windows смотрите ребят но ведь это же сказка все читаемое до все название настолько продуманы что вот читаешь да ну в принципе даже и говорить не о чем не о чем вот windows поехали дальше все айди title позиция размер и сами название да то есть все четко продумано да вот это вот называется профессионализм в принципе стиль его кода можно и в джанга я как-то ребятам показывал определить да это очень очень все круто тем не менее давайте уже от этого отойдем и пойдем дальше тем не менее смотрим что же здесь главное то есть если взять на самом деле проект бивая пивая то сейчас у него множество проектов но все проекты завязаны на портфель иными словами проекты выставляют выступают как инструменты а в портфеле все остальное собирается что очень удобно собирается и мобильный собирается дископные для всех систем linux windows и так далее я хочу сказать что есть что-то одно вокруг чего собирается эта идея да то есть а на самом деле приложений тут написано много да то есть много но по сути дела библиотеки но много всего что-то доделано до конца что-то не сделано что-то в процессе но вопрос в другом что вокруг чего-то что-то собирается вот эту идею тогда я понял да что то есть человек программист и я начал настоящий да вот именно ну я не знаю я просто балдю от этого кода и вот я постоянно изучаю стараясь школе вот именно вот таком ключе давать и говорю ребята бавсуновский берет лучших и тогда я понял что надо учиться на проектах поэтому я вам сейчас и рассказываю именно на проектах и я частенько начал бывать на этом коде потом сделал еще первые уроки по но тем не менее вот отсюда у таких людей надо учиться писать код все построение название структура то есть вот так так и я в принципе в школе и начал делать поэтому если мы начнем просто писать сайт и делать некие приложения да то в принципе у нас получится что то такое что мы потом перестанем разбираться а если мы еще поленимся комментировать то потом будем долго и упорно сидеть и смотреть а что это я тут делал это не пойдет почему для нас самая главная задача сейчас какая в проекте сделать две вещи мы должны понимать что мы сможем поддерживать проект мы должны понимать что мы сможем расширять проект решается решаем несколько вопросов и так что она здесь интересует за вопросы вопрос номер один темплей шаблоны это вопрос номер один вопрос номер два статика это относится ко всему проекту вопрос номер три как тут выразиться сейчас я подумаю и продолжу для карты сайта это еще мало построение приложение логика и так по крайней мере три вещи которые мы должны учесть сразу иначе нам потом будет трудновато второй вариант он практически без проигрыш который мы сейчас покажем вот смотрите он подходит для большинства проектов и в принципе очень удобен вот это пример такого проекта в центре стоит что-то в данном случае это дискуссия это может блок я сказал это может быть видео это может фотография это может быть все вместе но в центре стоит нечто значит смотрите ребят сначала построим вот центр это тоже как и все ап ап это приложение да вы знаете это ап но мы знаем что это ап для нас основное иными словами что это может быть это это не обязательно на социальной сети это то где мы и другие пользователи смогут выражать свои мысли идеи там посты все что угодно и я сказал сама страница контента может быть совершенно разное для тех у кого там в душе музыка это может быть что-то с музыкальными файлами но тем не менее поняли до центральная страница далее мы смотрим гла то есть уведомление чат стоп давайте так дальше мы создаем приложение я но смотрите как получается все приложения получаются остальное все вот это центральная обслуживает иными словами если проще у нас есть об это будет ну давайте самое простое возьмем блог да это всем понятно хорошо вот тут у нас будут друзья друзья тоже а вот тут у нас будут чат будет чат тут у нас будет уведомление так что и так далее в данном случае сразу просматривается легкое сопровождение по сути дела на самом ап мы начинаем нам начинают приходить идеи и мы там в самом ап тупо начинаем делать в самом ап например начало сохраненные там которые мы хотим сохранить редактирование и так далее то есть все это здесь делается эти все приложения они обслуживают главное поэтому по сути дела здесь идет просто связи с этим приложением и здесь проблем не возникает со временем мы можем сделать еще одно приложение но тогда тоже проблем не будет почему просто я в этой программе сейчас не умею вот этим оставить пока это я я сюда наложу ребят хорошо то есть вы понимаете что это тоже друзья то есть вот так я сделаю этого вот то что пусто их нету считайте вот это вот и есть ты чего там ну я напишу чат иными словами если нам при пришла идея на завтра сделать спали спали ночью вскочили о я бы хотел сделать допустим у нас здесь люди обсуждают музыку а тут я решил сделать сервис создание там своих рингтонов или там ну что нибудь ну подумайте я это неудачный пример взял но иными словами еще какое-то приложение где на допустим пользователь что-то хочет создавать то есть я понял что сюда его не засунул но опять же у меня проблема легко решается я создаю еще одно об 2 это уже то что там ну например там сейчас я но вы меня поняли об 2 какая-то другая функциональность то в принципе мне совершенно становится просто то есть здесь что у нас было друзья смотрите смотрите не затрагивая вот это приложение я пишу новое да но при этом если я хочу сохранить функции все эти их может быть больше да для меня это выльется всего лишь во что абсолютно верно сейчас я вам покажу во что это выльется то есть смотрите в чем задумка по сути дела друзья и все прочее оно вообще не касается вот этого приложения да не вот этого не вот этого само по себе почему оно универсально если мы откроем допустим сейчас в юху друзей и посмотрим вверх да то мы нигде не не найдем пост да то есть по сути дела дружба идет создание дружбы между двумя вещами это юзер иными словами к нашему пользователю мы просто тупо дописываем функциональность в профиле мы пишем в профиле то есть на приложение блог она или там блог или еще десять других не влияет почему мы просто мы дружим не с приложением мы дружим с пользователем понимаете а здесь может быть и блог и еще сто приложений которые не будут касаться и нам мешать не будет и не буду затрагивать никакую логику то есть здесь идет здесь идет у нас у нас идет просто описание отправка запроса прием запроса и так далее мы просто с вами дописываем модель профиля которая будет расширять вот смотрите мы когда писали наш блог начинали писать и где мы начали писать наш блог пока идею ловите код позже блок начали писать да то мы видим мы видим что у нас идет в блоге в блоге самом ссылка на сейчас я кое-что здесь должен увидеть а ну вот автор да на юзера то есть это стандартная модель юзера которая имеется в джанго где заполняется логин пароль модель которую мы дописываем с вами модель которую мы с вами дописываем это уже здесь я покажу юзера да здесь мы видим он это он и филд грубо говоря один к одному то есть она тупо расширяет эту модель и ничего там не меняет просто мы расширяем и за счет этого создаем дополнительный профиль где указываем там following то есть следить за записями подписаться друзья и получается что по сути дела мы описываем наш профиль и дружим мы не с приложением а между собой человеком а понятно что так как у нас если мы открываем дискуссии то в любом случае здесь у нас указан сам юзер то есть доступ к юзеру есть поэтому мы можем легко перейти перейти на самого юзера и уже решать подписаться на него или просто подружиться с ним да или просто подписаться и читать его записи то есть если вы поняли в данном случае все очень довольно удобно у нас получается если мы берем юзер то есть юзер социальные функции да при этом эти социальные функции вам могут понадобиться для сайта да то есть ведь для сайта вам может понадобиться вы не хотите писать социальную сеть да при чем и социальную сеть выбросить из головы мы говорим о коммуникациях ведь на сайте вам может понадобиться уведомление уведомление в профиль пользователя вот так вот так чтобы он получал на то что он где он где его лайкнули ой это ну это так сервер который джанга где его лайкнули на кого он подписался да нужны возможно понадобится уведомление по почте возможно вам понадобится чат то есть это не при чем выбросить социальную сеть я просто выбрал социальную сеть чтобы вы научились коммуникации это не значит что вы будете писать вы может быть вообще писать блог с уведомлениями ища там выбросить все остальное но вы будете знать я просто вам рассказываю немножко другое то есть когда мы пишем юзера мы пишем дальше следующее мы пишем друзей подписку поэтому и вот и сюда еще мы добавляем following да пока хватит то есть following как твиттере но по сути дела если брать по контакту подписка подписаться и читать да то вот это начальная идея да но по сути дела если бы напрямую связали вот как я показал первый вариант это начальная идея что вот это поставить почему мы переделываем сейчас структуру вот это все убираем и по сути дела что у нас получается вот это все нафиг и по сути дела смотрите получается все круто по сути дела вот это вот ставим и сюда и получается смотрите вот наша об блок допишем об блок то есть она не взаимодействует с самим профилем никак не завязана при этом получается если мы захотим завтра добавить нечто еще сюда там что-то сделать мы это ли это спокойно дополняем и себе это ничего не переводя мы написали наш блок единственное что мы здесь пишем это пишем допустим лайки ну нам понадобились да это мы пишем здесь но это пишется опять же при помощи которой мы разберемся это при помощи пишется аякса по сути дело у жанга все это есть диана так не здесь аякса так стоп это не тот файл да все это тот правильно при помощи аякса иными словами у джанга это все уже есть внутри ничего не надо придумывать мы полу передаем через через аякс аякс при этом мы используем здесь керри виде короткого кода по сути дела ну ребенок разберется разберемся умного здесь ничего нету а происходит следующее значится мы запрашиваем аякс далее переводится строки иными словами формат джейсон формат читаемый и человеками машиной по сути дела мы с вами как раз таки в курсах уже делали то есть делали фикстуры джейсон вы это уже умеете я говорил вам это понадобится вот и и дальше дальше просто-напросто джейсон респонс передается форму иными словами в аякс передается джейсон то есть ведь тот же также же керри она же не умеет читать допустим пайта но она отлично читает джейсон почему все буквально просто иными словами мы мы сейчас по ловингам нам достаточно мы в модель даже не лезем нам достаточно написать обычное представление но написал сегодня завтра переписал то есть здесь уже вопрос не стоит проект мы не переделаем переделка представления это по сути дела ничего не нарушается иными словами получается следующая картина юзера и социальные функции которые нам нужны и тут есть допустим еще уведомления уведомления мы связываем с нашим блоком всего лишь опять же не затрагивая модели при помощи в юг обычных иными словами мы пишем здесь блок пишем лайки и пишем там разные фишки которые нам надо добавить картинку и так далее я сказал тут может быть музыка мы придумали другое приложение в другом приложении мы тоже начинаем делать любые навороты которые нам не мешает наш основной сайт разработки потом при помощи в юг связываем с профилями что нам надо мы помним что у нас подписка друзья они не касаются вообще ничего но а фолловинг то есть следить именно вот за какой-то в этой вьюфи записи мы опять же пропишем функции то есть проект совершенно легко расширяется смотрите вроде вроде вот всего может быть много но при этом все на своих местах а когда я вам сказал первый сайт писал у меня было вот так по-разному то есть мне кажется это наиболее такой вариант следующий момент который надо упомянуть но это я думаю мы в следующем видео для нас принципиально важно это еще две вещи это все таки какие вещи нам надо понять а что мы будем делать с шаблонами и что мы будем делать со статикой здесь здесь возникает куча вопросов и их надо учитывать сразу иначе будет яктады а яктады а когда был сновский написал первый проект сделал один шаблон а потом попал попытался поменять то этот шаблон стал совершенно дурацкий нигде ничего не надо нельзя толку поменять все надо переписывать и просто напросто если честно сказать опускались руки потому что думаю он наворотил во херни потому что не понимал хорошо пока все нам осталось разобраться с шаблонами и со статикой если мы определим их место в наших проектах то в принципе все станет свои места вы знаете сколько стоят такие знания очень дорого поверьте мне столько крови пота надо чтобы вот это вот на самом деле так вот просто рассказать все давайте все получится не переживайте